Привет, Самара! Да, мы действительно за кулисами с участниками движения Самарский КВН. Нас очень много, и мы просто не поместились на эту сцену. И с нетерпением ждем команды из высшей лиги. Четыре команды, три конкурса, приветствия, разминка, фристайл. Команды подготовили для самарского зрителя сильнейший материал. Что неудивительно, на кону был Куба губернатора Самарской области Дмитрий Азарова, который внимательно следил за ходом игры. Помимо новых шуток, команды подготовили для зрителя и любимые номера. Волжане, борцы, громокошки, Наполеон Динамит, звезды высшей лиги. Трансляции их шоу показывают по Первому каналу. В каждом городе у сборных есть свои фанаты, и Самара не исключение. Одним из главных судей игры был юморист, чемпион КВН, сборный СОК Дмитрий Колычин. После оценок жюри объявить победителя на сцену вышел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. У меня тут одна миссия есть. Вот, как вы знаете, Дмитрий Юрьевич Колычин совсем недавно, буквально год назад, на этой сцене обратился ко мне с предложением стать моим советником. Мы оперативно отработали этот вопрос. Сейчас, после недолгих обсуждений, формальностей пустых, я хотел бы, Дмитрий Юрьевич, вручить вам удостоверение сейчас, вот на этой же сцене. Первое место вновь поделили две команды. 10,4 балла громокошки Липецк и борцы Северные места! Мужчины остались джентльменами и уступили трофей дамам. Самарская область, местные жители, очень гостеприимные. Мы получили море удовольствия и энергетику, обменялись во время выступления. А почему в итоге ракету отдали девочку? Почему себе не оставили? Для нас главная награда – это вот улыбки зрителей, смерть зрителей. Вот вы сейчас видите, как нас любит зритель. Тем более у нас уже есть ракета. Главное участие. Девчонки тоже наши, кстати. Победный трофей был представлен в виде копии Самарской ракеты «Союз-М» главного символа космической столицы Самары. Все, что у нас сейчас происходит в Самарской области, я бы отождествлял именно с ракетой. Все это стремительно, все это быстро и все это вверх. 28 сентября и 8 октября в Москве пройдут телевизионные съемки полуфинальных игр высшей лиги КВН с бессменным ведущим Александром Масляковым. Состоится 1-2 финала, где будет играть Самарская сборная политеха «Волжане». Валерия Куценко, Константин Головин. События.